ТОМСК 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 Здравствуйте, здравствуйте. Томск, Томская область. Андрей Кривошейн. Это местный предприниматель. О нем мы делали фильм. Его можно посмотреть по этой ссылке. Если кратко, то Андрей Кривошейн бросил вызов той системе поборов, который организовал главный полицейский на тот момент Томской области Игорь Митрофанов. После заявления Кривошейна Митрофанова сняли. Даже привлекли уголовной ответственности, но дали 8 лет условно. Зато в ответ Кривошейн, сам Кривошейн, получил дело по 172. Часть 2. Незаконная банковская деятельность. Вот так вот, вот такая вот месть. Пошел против системы, получай уголовное дело. Сейчас судебное разбирательство по этому делу заканчивается. Скоро приговор. Прокуратура запросила 4 с половиной года реального срока. Давайте послушаем. На основании изложенного прошу в суд признать Кривошейна Митрофанова Александровича виновна в совершении преступления. Ввиду смотрим пунктом А.Б. Часть 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации. Назначить наказание в виде 4-х летших и месяцев лишения свободы. 4 с половиной года реального срока запросила прокуратура. Напомню, Митрофанову, генералу, главному полицейскому, на тот момент бывшему уже, так сказать, социально близкому человеку, запросила 8 лет условно. А тут предпринимателю 4 с половиной года. И это по уголовному делу, в котором, мне вот тут юристы написали, 13 нарушений. По всем этим нарушениям были поданы ходатайство в суд. Практически все суд отклонил. Среди них, среди этих нарушений, такие как неоднократные нарушения права на защиту Кривошейна, нарушения прав в процессе выполнения требований по ст. 217 УПК РФ, обвинительные заключения содержат ссылку на доказательство на 30 чистых листов. Вот с этими нарушениями, которые все есть, дело прошло прокуратуру. Прокуратура. На тот момент там был, кто курировал это дело, прокурор Ткаченко. Он ничего не заметил. Или не захотел заметить. Дальше был прокурор Дружинин. Это все заместители главного прокурора Томской области. Они ничего не заметили. Все нормально. С этими нарушениями дело пошло в суд. Я могу сказать, что только, во-первых, что прокурорский надзор за следствием, он не осуществлялся, то есть в той мере, в какой должен был осуществляться, чтобы они должны были не помогать следствию вот эти многочисленные нарушения материального и уголовного права, которые следователь допустил, они должны были не пропускать их дальше в суд, а должны были еще на стадии следствия на них и им указать, и не пустить это дело в суд. Но, тем не менее, оно до суда дошло, и чтобы этот круг разорвался, суд должен принять законное, справедливое решение. То есть он должен увидеть все эти нарушения, которые были допущены. Если бы это дело не было ангажированным, оно бы прокуратуру даже не должно было пройти. Его в прокуратуре должны были развернуть следствие. Сказать, вы давайте расследуйте, как надо, как следует расследуйте, а потом уже возвращаете дело обратно. Потому что с такими нарушениями у вас даже состава нету. Как? Как вы еще судить-то человека собрались? Но нет, когда кому-то надо, когда человек пошел против системы, когда есть звонок сверху, когда сказали надо, значит надо. Административный ресурс так называемый. А Москва далеко. Ангазированность прокуратура выступает в роли крыши у наших мошенников, преступников и коррупционеров. То есть это уже понятно всем темичам. Кто пострадал, так они уже прекрасно понимают, что что бы ни происходило в их жизни, то будет обязательно препятствовать восстановлению их прав прокуратура. То есть они обязаны нас защищать, наши права восстанавливать, а делать все с точностью да наоборот. То есть они крышуют преступников, мошенников и коррупционеров. И во всех делах, в том числе и в моем деле, и в деле Андрея Кривошеина, и в деле остальных потерпевших из нашей группы, только прокуратура виновата в том, что до сих пор наши права не восстановлены. Ангажированность прямо черными, толстыми нитками по белому полю видна. Даже непосвященному человеку. Еще несколько слов о прокуратуре Томской области. А конкретно о Ткаченко, о Дружинине. Это прокурора еще той старой формации, Чайковской. Александр Ткаченко лично был на суде, когда Кривошеину избирали меру пресечения. Вот он на виде. Это какая-то прям личная заинтересованность в этом деле. Может быть, Митрофанов попросил его? Потом Дружинин, который уже утверждал дело Кривошеина, тоже не заметил никаких нарушений. Такая загадочная прокурорская преемственность. Может быть, прокурору области обратить внимание на своих подчиненных? Прокуратура, она надирающий орган. Но надирающий орган не видит всех этих нарушений. Она, не хочу говорить слово, прикрывает громко и очень. Но, по сути, это так оно и есть. Может быть, люди в высоких кабинетах, которые посмотрят это видео, спросят у прокуроров Ткаченко и Дружинина. Откуда такие двойные стандарты? Генералу за три преступления они просят 8 лет условно, предпринимателю Батаракову 10 лет реального, Кривошеину 4,5 года реального заключения. Какие цели они преследуют? Чем мотивированы эти желания? То есть прокуратура здесь у нас крышу всех преступников и мошенников, а виноват будет президент. И сейчас все идут на выборы в сентябре, и, соответственно, кто будет голосовать за Единую Россию, кто будет голосовать за президента, кто будет доволен этой Единой Россией, этим государством, этим президентом, если творится такой беспредел в прокуратуре. А ведь она око государево, она обязана следить, чтобы соблюдались законы, чтобы права граждан, конституционные права, которые защищают наш президент и конституция, были защищены, а они делают все наоборот. Вот все наоборот. Есть еще одно интересное дело в Томске, это дело Руслана Батаракова. Длится тоже это дело несколько лет. Если коротко, то была у Руслана, да и сейчас есть земля на территории Томска. На этой земле решил построить свой магазин Икея. Для того, чтобы построить, нужно эту землю выкупить. И вот тут мэрия почувствовала упущенную прибыль, так сказать, земля-то не им принадлежит. Они сначала через суды хотели решить этот вопрос. Через суды гражданские не получилось. Митрофанов, он тогда еще был главным полицейским, приказал возбудить уголовное дело на Батаракова. А все тот же прокурор Ткаченко в этом деле также отметился. Ну и завертелось, завертелось, завертелось. Сейчас областной суд Руслана Батаракова оправдал. Апелляция, когда рассматривал это дело, сверхчетко, сверхдетально подошла к каждому вопросу. То есть там приняли наконец-то в учет те доводы, о которых говорил Ибатараков, и его защиты, и общественники. Видя меня, я не знаю, поделал Батаракова. Я, наверное, раз 50-100 посетил прокуратуру Томской области, каждый раз доказывая каждая новая вот эту вот порцию непонятно надуманных обвинений. Когда парни уже прошли три гражданских суда от первой инстанции до касации, везде победили. Когда, значит, интересанты выяснилось, то, что, значит, проиграли, они решили те же самые доводы перенести уже в уголовную плоскость. Вот на пять лет вычеркнули из жизни парней. из социального нашего общества. Да, если первая инстанция примет все-таки решение в пользу прокуратуры, я считаю, что вторая инстанция, третья, они разберутся. Вот в деле Руслана Ильдаровича Батаракова разобрались же. Несмотря на то, что первая инстанция попросила, прокурор попросил реальный срок, насколько я знаю. суд дал условный срок, а апелляция оправдала. И вот недавно касация была, вы же знаете, что оставила в силе решение апелляции. Мои надежды, что Галина Борисовна, она судья все-таки опытная. Она заместитель председателя Ленинского районного суда по уголовным делам. Я думаю, что она за это время уже долго вникла в это дело. Знает, сколько там процессуальных нарушений, что дело сшито белыми нитками. Я надеюсь, по крайней мере, что она не пойдет на поводу прокуратуры. И если не оправдает, то даст условный срок. Но даже если по каким-то причинам Галина Борисовна сочтет доводы прокуратуры убедительными, на этом же жизнь не заканчивается. Будет апелляция, будет касация. Я вот не устану, допустим, благодарить апелляцию Томской области. Они же все-таки, когда домашний арест, я вам уже говорил, было решение, они же отменили его все-таки. И спасибо им большое за это. Ситуация все же меняется. И справедливость в Томске, в Томском областном суде найти можно. Дело Батаракова – это лишнее этому доказательства. По поводу касации интересный факт. Даже практика показывает, что оправдательных приговоров касации стало больше после того, как касация рассматривается не в том регионе, не в той области, где и была первая инстанция, а в другой области. Что там судьи уже не ангажированы, и им не нужно выполнять какие-то, скажем так, какие-то корпоративные договоренности между ведомствами, между прокуратурой, между полицией. Это же история такая, она политически коррупционно значимая. И вот если сейчас Митрофанов будет гулять на свободе, а Кривошейна посадят, ну просто кто в следующий раз будет прислушиваться к призывам, там, сдавайте коррупционеров? Вот кто, объясните мне. Я еще 10 раз подумаю в следующий раз куда-то писать на кого-то, заявлять или не заявлять, понимая, что наверняка последует ответная реакция от сильных мира сего. Ну а как, что с этой ситуацией делать? Это что? Это какой-то замкнутый круг. Если человек хочет жить по закону, он не хочет давать взятки, он идет в ФСБ или в Следственный комитет и пишет заявление, что так и так с меня вымогают взятки, взятки, что он получает в ответ? Он получает, да, сняли генерала, чуть не посадили, чуть-чуть, немножечко не хватило, но в ответ-то Кривошейн получил уголовное дело, и другие также могут получить. Сам Кривошейн что думает по этому поводу? Он бы повторил бы этот путь, если бы тогда он знал, чем это все закончится? Я сам не жалею. Если бы мне предоставилось такой выбор еще опять, я бы сделал его тот же самый, потому что платить взятки Митрофанову в том количестве, к какому он просил, и стать его фактически рабом я не хочу. Не хотел тогда, и сейчас не хочу. И все-таки пример Руслана Батракова, который тоже попал под колеса системы Митрофанов, Ткаченко и так далее, все-таки показывает, что справедливости добиться можно. Сейчас наша редакция, мои коллеги, мы следим за тем, какой будет приговор. Когда суд, когда прокуратура особенно, руководствуется какими-то посторонними мотивами, а не законом, тогда как разорвать этот круг? Как бороться с этой системой? Конечно же, хорошо, когда приезжает Следственный комитет, ФСБ, и наводит порядок так, как они могут это наводить. Быстро и эффективно. Но когда человек один на один встречается с системой, с системой, где его судьба решается по звонку, потому что кто-то, какой-то генерал, захотел его посадить, потому что генералу, видите ли, не занесли нужное количество денег. Если же все-таки суд встанет на сторону прокуратуры, мы продолжим следить за этим делом. Будет еще апелляция, потом касация, где, мы уверены, будет поставлена законная точка в этом деле. До свидания.